Она еще раз пришла, еще что-то хотела ему дать, и ладно, там одергивает его, хватит, хватит, я уже тогда слышу, что ему много еще дала, согласно качеству, согласно каких-то там отношений с Господом, мы получаем необходимое. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да. Да, 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 да. Да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да. Да, да. Да, да. Да. Да, да. Да. Да, да. Да. Да, да. 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 пожертвовали все что у нас было остались нас даже денег не было там что на парикрама поехать уехали все преданные во брендаун мы так деньги пожертвовали но мы не знаю что будет какая-то парикрама думали просто приедем придадимся и будем служить спокойно в храме как она получится и через какое-то время гурдев говорит нужно ехать парикрама вот и там все начали себе вилеты покупать а мы такие у нас типа денег нет ну начнем поедем парикрама сразу же какие-то появились преданные они пожертвовали нам на билет купили нам билеты как бы садили отвезли там на парикрама все там то есть нас в этот момент времени так произошло что но господь через преданных взяла нас как бы опеку то есть там не гурдев брала пипа преданная взяли опеку там что-то на это дал кто-то на это давай мы так съездили до сюда как вот вернулись и так принципе мы мы сейчас его жили там сколько я полгода прожил потом в индии потом служил от ачарьи махараджу съездил с ним по деревням семья не было так легко было на самом деле что денег нет ни нет ни вообще ни о чем думаешь ну господь позаботится даже все будет совсем плохо ну и что пускай будет плохо опять же это мое решение было чем делает то есть ну такое некое вдохновение просто мы пришли там там служили там служили там где-то со столиком потом на горку в нем я со столиком книгами стоял там на этой дороге по рекрама в майпуре так вот все одно само собой складывалось поэтому этого вам уже решать верите но если мы должны понять что мы когда предаемся и когда мы жертвуем и даже понять что это как бы но ничего от этого ждать нельзя потому что такая как только мы начинаем что-то ждать от этого это уже не преданное служение то есть храм это место где как раз можно ощутить вкус отдавать ничего не ждать взамен если мы ждем за что-то заметно уже не храм это какая-то но какой-то бизнес да то есть это просто смысл храма в чем заключается мы часто очень повторяем что дать возможность людям соприкоснуться вот с этим бескорыстным чистым отдаванием своей энергии сторону божественную и ощутить этот вкус преданности просто вот потому что господь существует мы отдаем энергию а сколько кто будет отдавать энергии это главное не ждать ничего взамен вот чего как только мы начинаем что ждать что-то взамен все ломается все это начинает быть пропитанным оскорблениями потому что вот я пожертвовал там или пожертвовал там да мне думалось что будет так господь не позаботился преданное меня даже внимание не обращать даже спасибо не сказали там еще что-то но господь будет проверять через преданных так на самом деле они могут пожертвовать на миллион на преданном пофигу пожертвовали миллион на самом деле не мне мы пожертвовали миллиона нас освободили от этого миллиона то есть нам благо принесли то есть нас но забрали лишнюю там какую-то карму ну просто а если мы жертва мы думаем что нам как бы за это что-то как бы будет как бы тогда все мы на своей духовной жизни ставим не такой некий крест мы и денег лишились и как бы и духовного ничего не получаем поэтому нужно пойти последний стих он очень возвышенный грудевшего star махараж они его старом хорошо начал комментировать этот стих давидим хоро же кричитас бабы же махараш он так напрягся я сказал типа зачем там эти стих комментируешь хорошо он достоин слушать комментарий к этому стиху объяснение этого стиха что не желать ничего то есть ты можешь меня принять можешь оттолкнуть можешь растоптать ногами можешь что угодно со мной делать все равно ты будешь господь моя жизнь вот просто вы должны к этому прийти по крайней мере мы должны этот идеал носить у себя над головой где-то поклоняться этому дьяволу должны понимать что это но и если у нас но и мы не можем но какие-то шаги делать в сторону преданности мы должны молиться господу и но не делать каких-то скоропарительных может шагов но когда у нас пришла решимость что-то сделать такое совершенно обезбашенное тогда он делать да и все это вы уже не париться совсем поэтому только вам решать никто больше это не сможет сделать никто никто из нас это не сможет сделать потому что это это наш собственный путь наш собственный экспириенс в очень индивидуальных личных взаимоотношениях с господом тоже нашего мы как бы никто же не знает там у кого сколько миллионов зарыто правильно ли нищие вообще правильно откуда мы можем знать и нас на самом деле не должно умывать даже понимаете чем дело поэтому идем живем кто-то все пожертвует и себя в том числе а кто-то чуть-чуть сможет служить кто-то раз в год будет приходить есть преданных который раз в год приходит просто участвует как а вот так должно быть радостно со всеми пляшут танцуют почитает просады потом опять пропадают на год все у всех разное это разное сукрития разная возможность позволение служение господа так еще вот вопрос понятно я чуть услышал надо его реализовывать все прекрасно наверно там хорошо в том состоянии когда полностью предаешься не но мы можем мы можем как бы грешить но не можем делать это вечно силу старом хорошо сказал можем обманываться но не можем обманываться вечно но мы должны наесться просто вы должны наступить на эти грабли там несколько раз понять что что никакого счастья нам этого не будет вот ты будешь молодец а тебе тут пользы мало там и те больше пользы ты работаешь опять же мы вопрос касается индивидуальности то есть кто зачем почему какой мотивации ну все люди разные всех разное понимание этих процессов и все могут разные сделать шаги на этом пути все равно чтобы это было подлинно то есть это не то что какая-то эмоции но много случаев таких я услышал что там люди они там жертвовали свои квартиры а потом ругали там вот там мы предались отдали квартиру а зачем квартиру то отдавали не 5 принцах а просто думали что избавиться от имущества освободятся они будут заботиться по жизни покупали себе вот это вот пожизненное по жизни на обслуживание а нужно понять что никто обслуживать то не будет нужно исходить за реальность хотите пожертвовать и не покупаете обслуживание ну это реальность на самом деле это не то что там как бы какие-то вещи это просто и преданные которые там или какие-то люди монахи какие-то которые принимают пожертвования они как бы не думаю что они кому-то что-то должны за это они они считают что это наоборот тяжелый труд еще по перевариванию этих пожертвований это не то что там как бы милость оказывается мне милость приносите тот туда отдает деньги а тот кто принимает деньги он же должен быть переварить все эти деньги должен будет как-то их правильно занять служение чтобы человек он действительно получил благо вот если он для себя берет он должен способ обладать способностью переваривать их то есть соответственно должен быть готов к армии того человек который пожертвовал описать целую квартиру пожертвовали написаете но это сколько в этой квартире там разной нечисти там же разная карма людей может быть все это принимается если тогда господь принял да то есть для господа все используется что это карма сгорает сам киртане в преданном служении а если ну люди начали использовать для себя если мы там начали использовать какие-то материальные вещи деньги там чужое имущество собственных корыстных интересах но нужно понять что ты в фильмах показывают там сектант его там завладевает чужими квартирами да нужно понять что никто это не способен переваривать просто даже на уровне здоровья поэтому не бывает такого что люди жертвуют для господа человек он кого принимает его то наслаждается обманывать других может просто быть куда криминале какой-то небольшой отрезок времени там пытаться насладиться всем этим но потом приходит но и естественное возмездие даже не то что там государство наказывает господь просто он приходит какая-то кармическая реакция либо там она может проявиться как в тюрьму человека посадили все за мошенничество но просто ну это такой бизнес вообще настолько скользкий но настолько ненужной и как бы бессмысленный что я считаю что только дураки этим бизнесом занимаются там гуру бизнес это все эти вещи это но просто люди даже не понимают о чем речь идет если уж учить так надо учить людей как бы действительно становиться гуру там мы не берем мы не говорим о джагах гуру мы говорим о но человек который реально хочет других другим людям помогать учить чему-то но он для этого должен сам учиться постоянно получать какой-то собственно повышать свою квалификацию в какой-то области нашем случае это духовная область соответственно мы должны трудиться на этом поприще на духовном поприще поэтому мы бы мы никому не говорим жертвуете не жертвуете я никого никогда не к ничего не прошу потому что это ну понятно не попросите людей начнут жертвовать по и но это не будет подлинно пожертвовать человек он должен сам прикикса к осознанному действия но должно прийти некое вдохновение здесь даже даже бокс у вас нет коробочки для пожертвования на входе есть хорошо периодически говорит поставить здесь просто здесь неудобно это как и покрывало но этот штору закрывать открывать нас стоял какое-то время но и не в этом сути кто-то захочет пожертвовать пожертвует там на входе у нас есть коробочка рейкиш на ну понятно все или какие-то сомнения конечно путь путь через молитву молитва все объясняет что зачем наша наша проблема в чем что нас нас нету восприятия но восприятие грязное загрязнено деньгами загрязнено имуществом и материальными желаниями вот а знание она не познается через книги там через лекции книги лекция не просто вдохновляет человека на путь а само знание это ну человек он должен сама вскрыть самого себя через молитву через служение просто светлый как может как я могу рассказать вам о чем-то там духовно тоже но будет мой собственный опыт я могу поделиться единство что это может вам не что-то открытие это может вас вдохновить на что-то какое-то действие соответственно то же самое от вас вы можете быть но поделиться каким-то духовным опытом а это уже будет не мой опыт правильно вот вопрос меня может это вдохновить я могу тоже более усиленно начну духовно практиковать поэтому это такой вот за взаимообмен общение служение подвижничество какое-то сейчас был у нас вот опыт до месяц картика такой очень такой я сколько помню картика всегда такой очень специфический опыт с одной стороны очень тяжело с другой стороны уже как ты не хочешь чтобы он заканчивалось потому что уже на такое есть вот такой тонкое чувство это ежедневная жертва такая вот ограничение какие-то уже привыкаешь к этим дополнительным аскезам как бы вот но с другой стороны все равно тяжело правильно то есть это время меньше гораздо остается на какие-то особенно собственные дела то есть приходится там везде ужиматься везде бежать везде спешить вот что-то еще там и петь даже вот насколько там получается на час с лишним больше поем да там по-моему на два часа где-то если посчитать там вместе с киртоном предложением свечек баджина все все вот ну что еще есть какие-то вопросы но понятно медитируйте конечно что остается так ну что может туда одну историю какую не прочитаем убийство слона кувала эпиды щенарада сказал когда канц услышал как был обезглавлен его красильщик как были убиты солдаты и сломан лук неведомый готовили страх сковал его сердце с этого момента перед камцы стали являться различные знамения левая сторона его тело подергивалась и во сне ему снилось будто его разделили на множество частей ему снились нападающие на него привидения что снова до головы на был обрит маслом что гуляет он по городу абсолютно голый украшенной гирляндой из роз а на южной стороне города пасется буйвол проснувшись утром он немедленно позвал слух и приказал ему строить праздник борцовских состязаний перед царским дворцом располагалась большая борцовская арена золотыми колоннами там были золотые навесы декорированные жемчугом ваши лестницы и золотые трибуны для зрителей там стоял сияющий золотой трон украшенный цветами жаснина и большими велюровыми подушками на троне висел галдахин напоминающий луну с веером форме лебедя и и чамарами с бриллиантовыми рукоятками этот трон сделанный вишвакармы достигал 3 метра в высоту в этот момент царь камсов зашел на трон напоминаю льва на горной вершине увидев его певцы тоже запели танцовщицы затанцевали и дозвучали мриданги поталы талы пхерии на ки и другие музыкальные инструменты на зрительстве их трубе трибунах горожане цари царских ложах и провинциальные правители наблюдали за борцовскими состязаниями чанура мушчика куто шала это шала вышли на арену и начали сражение на палец нам дамахараш пристал перед царем камси с пастухами склонившими свои головы и предложившими ему подарки затем они пошли на трибуну для зрителей также удар царю камси бонасура джерасан ханарака шамбара и другие цари преподнесли дорогие подарки кришна и буарама которые казались обычными мальчиками также пошли к арене и посмотреть на борцовские состязания увидев обезумевшего слона кувилая пиду умощенного гомутрой синдурой мускусом и украшенными серьгами пригодившего вход на борцовскую арену кришна глубоким голосом сказал погонщику слона господин пожалуйста отгони этого огромного слона в сторону чтобы я мог пройти если ты не сделаешь это я сам отодвину тебя вместе с твоим слоном раздневный погонщик понудил слона затрубить в хобот и бросил вызов сыну нанны напав напал на него царский слон схватил кришну своим холодом и поднял ввысь но в одно мгновение кришна выскользнулась его объятий словно между деревьев риндауна кришна быстро играючи передвигался между ног гигантского слона пытаясь схватить кришну слон просовывал холод между своих ног сильно зови сдавив ему хобот руками кришна забежал сзади слона своим хоботом и телом сплетенным сплетенными у неудобной позе сбитый стоку разрядный слон попытался схватить кришну снова но кришна сильно ударила его кулаком и быстро переместился вперед встав перед ним когда кришна вновь ловко вернулся стал убегать от слона тот погнался за ним создавая ужасный шум по всей матхури затем невероятно могучий баларама схватил слона за хвост обеими руками и стал мотать его из стороны в сторону как гаруда треплет змею смеясь над этим зрелищем кришна схватил слона за хобот и потащил обеими руками как человек тащит веревку из колодца когда кришна и баларама тянули в разные стороны за хвост и хобот слона кугала и пида претерпевал жестокие муки за 7 погонщиков слонов прибежали ему на помощь затем другие погонщики пригнали 300 слонов чтобы убить кришна пока была рама наблюдал за происходящим кришна верховная личность приблизился к слону обезумевшему от ударов стрекала схватил его за хобот сильно раскрутил вокруг себя и с грохотом бросил на землю как маленький ребенок бросает командовал пока святые жители матхуры наблюдали эту сцену слон и спустил дух у царь видехи лучезарное сияние вышло из тела бездыханного слона и вошло в темное словно грозовое тучи тело кришны затем бесконечно могущественные кришны и баларама вырвали бивни у мертвого слона и стали разить и крушить ими погонщиков слонов как два льва разрывают на части множество оленей когда слон кувала и пида был убит погонщики слонов разбежались в разные стороны как тучи разгоняемые сильным ветром в сонный сезон после убийства кувала и пиды бесконечно могучие кришны и баларама украшенные капельками пота от поединка со слоном взяли два слоновых бивня и с раскрасневшимися лицами от битвы вступили на борцовскую арену подобно двум лесным пожаром гонимом сильными порывами ветра следуя за ними оставшиеся мальчики пастушки громко кричали победа страстно желаю увидеть что же произойдет дальше когда кришна в сопровождении баларама взошел на борцовскую арену разные люди смотрели на него по-разному борцы видели в нем борца обычные люди видели в нем великого царя женщины смотрели на него как на бога любви гопы видели в нем повелителя в раджа царь нам до своего сына нечестивцы и марад за камза смотрел на него как на олицетворенную смерть муни видели в нем великого отрешенного мудреца йоги абсолютную истину а члена династии боджи своего господа когда камз узнал что слон кого лаэпида мертв он страшно испугался и стал лихорадочно размышлять что предпринять дальше когда зрители на трибунах увидели его в таком состоянии они преисполнились радости как птица чакора становится счастливой глядя на луну люди шептали друг другу на ухо верховная личность бога явился в образе двух сыновей царя васудвелы мы непосредственно созерцаем мадову верховного господа который гулял во павраджа мандали которого очень трудно увидеть сейчас мы достигли высшего совершенства пока жителям от хура говорили так барабана громко гремели чанура приблизился кришне и буарами и обратился к ним с такими словами оба рама и кришна вы оба вы оба очень сильны сразитесь с нами перед царем если царь конца лучше изъяда будет доволен и вы и мы получим благо верховный господь ответил верховный господь ответил по милости царя мы будем счастливы сразиться с другими мальчиками которые равны нам по силе несправедливо нам сражаться с вами более сильными противниками это будет нечестная борьба чанура возразил ты не мальчик и не юноша ты сильнее сильного один из вас легко убил огромного слона который был сильнее тысяч разъяренных слонов выслушив эти слова кришна верховный господь устрашая устраняющих все беспокойства согласился сражаться с чанурой а могучий буарама с муштикой пока люди наблюдали за ними кришна и чанура боролись на арене хватает толкая друг друга руками они напоминали двух слонов пытающихся одержать победы в схватке подняв чануру обеими руками кришна взвесила его к господь брама взвешивает благие деяния человека как господь шешется и змей поднимает землю также могучий чанура одной рукой играючи поднял господа хари тогда кришна схватил одной рукой чануру за шею а другой за талию неожиданно поднял его и бросил на землю нанося жестокие удары друг другу руками коленями стопами пальцами кулаками кришна и чанура искусно сражались буарама и муштика сражались таким же образом глядя на прекрасные всплотившие лица кришны и буарама женщины из царского дворца проникались к ним со страданием стоя у окон дворца не сказали в царском собрании происходит нечестное сражение в присутствии царя разве кришны буарама нежный как два цветка равны по силе этим борцам громилам щитила подобной молнии люди матхуру очень несчастно от того что вынуждена смотреть на это сражение девушки в раджа были очень удачливы они могли наслаждаться нектаром танца раса у подруги пока это злой царь присутствует здесь никто не осмеливается сказать ему что-то против просто молимся что благодаря силе благих делать их двух братьев победа оказалась на их стороне хорея кришна рецепт вот вам рецепт что делать в безвыходных ситуациях хорея кришна все понятно хори харая нама кришна ядавая намаха ядавая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok